Сегодня мы с вами находимся в ЦСКА, около дворца спортивных единоборств, в котором находится фехтовальный клуб. Сейчас мы его посетим. Добрый день, мы сегодня находимся в фехтовальном клубе ЦСКА, и наш гость Наталья Пыхтина сегодня. Здравствуйте, Наташа. Добрый день. Наташа, скажи, пожалуйста, что тебя вдохновило заниматься именно этим видом спорта? Ну, однажды мы с дедушкой сидели и смотрели летние Олимпийские игры, и как раз там был такой замечательный спорт, как фехтование, было краженское фехтование на шпаге, и мы решили, что можно попробовать меня в этом виде спорта. Это было бы здорово. Что ты посоветуешь для людей, которые приходят заниматься этим видом спорта? Ну, я посоветую просто почаще ходить на тренировки, так как, может быть, сначала ты особо не вдохновишься этим видом спорта, но как только ты начнешь ходить все чаще и чаще, тебе будет гораздо больше все нравится, то, что у тебя начнет получаться. А по поводу выбора оружия и вообще фехтования, то есть, ну, куда вот, саблю, рапиру, шпагу, мне кажется, что надо просто понять, какой тип темперамента у человека, потому что если в сабле, например, то должен быть какой-то взрывной тип темперамента, то есть там передвижения все такие взрывные, и характер должен быть такой вот, ну, в общем, взрывной. В рапире же наоборот, то есть там поспокойней, но все должно быть обдумано, то есть все через оружие, все там вот, надо именно какие-то определенные действия производить. А шпаги же, мне кажется, что, ну, может пойти любой, как бы, тип темперамента, потому что там есть разные стили фехтования, то есть как спокойный, ну, не трогающий никого, да, то есть как бы, так и взрывной, да, и любой может быть суперским и прокатить вообще на все 100%. В современном спортивном фехтовании три вида оружия – шпага, рапира и сабля. Все они отличаются друг от друга. Сейчас мы рассмотрим каждый из них. В шпаге трехгранный клинок. На одном конце гарда, который защищает руку от ударов и уколов. На втором конце кнопка, которая фиксирует укол. И ручка. Фехтование на шпагах можно колоть во все места противника. В отличие от рапиры и сабли. Давайте посмотрим теперь саблю. У сабли плоский четырехгранный клинок и гарда, который защищает пальцы от ударов. Потому что в основном удары идут, а не уколы. Хлещущие. Хлещущие, да. В фехтовании на саблях – область поражения по пояс человека. То есть считается и голова, и руки. Наносимые удары считаются в голову и в руки. Давайте посмотрим теперь рапир. У рапиры четырехгранный квадратный клинок. Она гораздо легче, чем шпага. У нее меньше гарда. И кнопочка на конце, которая тоже фиксирует уколы. Фехтование на рапирах – область поражения – это туловище. Не считая руки, ноги и голову. Эти уколы считаются недельными. Наташа, скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы начать заниматься фехтованием? Я считаю, что прежде всего нужна мотивация в человеке, чтобы заниматься каким-то спортом. То есть для чего он это делает? Для самореализации какой-то, для поддержания спортивной формы, для преодоления каких-то трудностей как в жизни, так и в самом себе. То есть внутренние какие-то трудности, для развития характера, для... Ну, много на самом деле для чего. Каждый человек выбирает сам, для чего он это делает. В этом виде спорта фехтование на шпагах – самый интересный и динамичный вид. Он проходит на фехтовальной дорожке. Сейчас мы ее рассмотрим. Всего дорожка 14 метров. Существует линия середины и две линии начала. Существует еще линия, штрафная, красная линия, за которую спортсмен не должен заходить. Если спортсмен зашел за красную линию, то он получает штрафной укол. Скажи, пожалуйста, какая нужна экипировка, чтобы заниматься этим видом спорта? Ну, прежде всего, ему нужен самый обыкновенный спортивный костюм, чтобы ему было в нем удобно. И кроссовки с нескользящей подошвью, потому что это самое главное. То, что сначала человечек приходит на фехтование, он осваивает передвижение. Какие-то атаки, выпады. И если, естественно, у него кроссовки будут скользящие, это будет совершенно невозможно выполнить. На самом первом этапе этого достаточно? Это да, это на самом первом этапе. А потом уже на более позднем этапе уже нужен будет костюм фехтовальный. Защита вся полностью, гетры, чтобы фехтовать шпагу нужна, собранная электрическая маска, перчатка. И еще шнур, естественно, чтобы подключаться как-то к аппарату, и чтобы уже было видно, кто уколол, кто не уколол. Скажи, пожалуйста, какие плюсы и какие минусы этого вида спорта твоего хобби? Плюсы, это, конечно же, то, что у тебя развивается характер, чувство ответственности, чувство времени. Ну, много вот таких вот составляющих, которые для обычного человека сложно развить где-либо. Ты начинаешь заниматься спортом активно. То есть ты подкачиваешься, ты приобретаешь какую-то спортивную форму. Это очень здорово. Ты начинаешь следить за собственным здоровьем, за питанием, возможно, даже, чтобы как-то вот чего-то уже начинать достигать. Ну, минусы, скорее всего, это приобретение дорогого мундирования. Вот, но, тем не менее, как бы наш клуб может как-то помочь, выдать или нам, ну, что-то, да, на первых порах, чтобы позаниматься, чтобы понять вообще, как тебе нравится фехтование, не нравится. Вот, ну, как бы нас могут помочь. Всего какие-то травмы, но это если, естественно, не заниматься заминкой после тренировки. Мы обычно выполняем заминку. Также, возможно, что если ты правша, то правая сторона твоя, может быть, то есть как нога, так и рука, чуть больше, чем левая. Ну, естественно, если левша, то наоборот. Но, опять же, если не заниматься заминкой качественной, то, возможно, что будут такие проблемы. Вот так, в принципе, больше минусов я не вижу. Перед началом боя противники должны поприветствовать друг друга и судью. Сейчас мы покажем вам несколько основных приемов фехтования. Это три защиты и три атаки. Защита 4, защита 6, защита 8. И три атаки. Укол прямо, укол с выпадом и флеш-атак. Укол прямо, рукой. Укол с выпадом. Флеш-атака или атака стрелой. Атака прямо, защита 4. Атака, защита 6. Атака, защита 8. Атака, защита. Давай. Ага. Все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok